Приветствую вас, давайте разберём, что что вы написали, вот, и попробуем выработать определённые рекомендации вам в контексте того, что делать, дабы решить вашу проблему. Итак, начинаете свой вопрос вы с того, что пишете. Я как будто бы между двух огней. Когда человек находится в позиции как бы между двух огней, это всегда позиция жертвы. Позиция жертвы характеризуется нежеланием человека брать на себя ответственность за то, что с ним происходит. Нежелание брать ответственности за свой выбор и нежелание отстаивать последствия этого самого своего выбора. Иными словами, если вас начальница попросила обучить работе, которую вы выполняете, другую новенькую сотрудницу, то, первое, вам нужно было обговорить условия вознаграждения, сроки и форму обучения начальницы. Извязательно вместе с сотрудницей. То есть до тех пор, пока вы официально и фактически проводите обучение этого человека, она делает только то, что вы говорите до окончания срока обучения. После окончания срока обучения она может делать всё, что хотите, всё, что хочет. Вот. Подобные условия, подобные условия ставятся, ну, в общем-то, практически всегда, практически везде. Пока я обучаю кого-то работе, человек делает так, как я говорю. Потом, когда обучение заканчивается, человек может делать всё, что хочет. Вот. Вы этого не сделаете. Ну, в принципе, не подно и начать. То есть не подно поставить условия, не подно обратиться к начальнице и высказать свои претензии. Второе. Что значит поручила обучить работе? Что значит поручила? Это входит в ваши обязанности? Нет. Это является дополнительным заработком? Нет. Что вы за это получаете? Становится вопросом о том, насколько вы цените себя и насколько качественно, грамотно и соразмерно своей ценности вы себя ставите перед начальством в коллективе. Да? Дальше. Значит. Следующий важный момент. Вы пишите, что она не совсем делает так, как я и говорил, вставляет в работу свою я. Своё я. Ну, если она вставляет в работу свою я, то как это вредит работе? Если работе это вредит, то вы можете так начальнице и сказать. Кому поверит начальница? Вам или ей? Далее. Получается так, что я виноват во всех ошибках. Как это может быть, если работа делает эта сотрудница? Как вы можете быть виноваты во всех ошибках? Если начальник говорит об этом, то начальнице нужно объяснить, если вы считаете себя виноватой во всех ошибках, это уже совсем другая история. Вы пишите, я правильно подсказываю, я же не виноват, что человек не прислушивается к моим советам. Вы правы. Вы не виноваты, потому что у человека нет стимула для того, чтобы слушать ваших советов. А чтобы был стимул слушать советов, нужно организовать обучение так, чтобы человек чётко понимал, что будет, если он не будет к вам прислушиваться. Дальше. Получилось так, что у меня большой опыт, а эта ситуация ставит меня в разгляд неопытного сотрудника. Ну, я думаю, что несмотря на наш опыт, вы склонны быть все же жертвой в ситуациях, скорее, нежели чем субъектом. Потому что вы говорите, получилось так. Не получилось так. Вы спровоцировали, создали ситуацию, в которой ваш большой опыт, по сути дела, обесценивается. Кроме того, вы проецируете ошибки сотрудницы на себя. И вот здесь, конечно, тоже очень важный момент, почему вы это делаете. Если это делает начальница, ещё раз повторяю, то ей нужно объяснить. Или изменить условия обучения, либо вообще отказаться от обучения. Я полагаю, что вы вполне себе вправе это сделать. Вот, если же вы проецируете ошибки сотрудницы на себя, просто вы чувствуете себя ошибающейся, обесцененной. Вот. Это уже ваша неуверенность в себе. И она, эта неуверенность была до того, как пришла эта сотрудница к вам. Дальше. При этом она всё равно ко мне подходит, спрашивает у меня, как ей поступить. Потом идёт к начальнице и переспрашивает. Нет. Ну, здесь сказано следующее. Если вы видите, что человек не делает, как вы говорите, то, соответственно, и можно уверливо сказать, что, ну, дорогая, ты определённо знаешь лучше меня. Ну, поступай как лучше знаешь. Или, дорогая. Всё равно спросишь у начальницы. Спрашивает сразу у неё. Это всё. Или говорит, что у вас нет времени. То есть, это вопрос вообще профессиональных отношений. У вас происходит то, что профессиональные отношения смешиваются с личными. Вы говорите, что меня это раздражает. Вот при чём здесь ваше раздражение? Сотрудница делает то, что она считает нужным. Начальница делает то, что она считает нужным. То, что считаете нужным вы, вы не делаете. Это вас раздражает. То есть, по сути, есть определённая ситуация, в которой требуется принять ответственное решение. Вы это ответственное решение не принимаете. Это раздражение, потому что вам хочется, чтобы ситуация разрешилась, но разрешиться она не может до тех пор, пока вы не сделаете свой выбор. Вы пишите, если она мне не доверяет, то зачем без конца подходит и спрашивает. Ну, на самом деле, это её, скорее, как бы, дело. Вот, это её, скорее, скорее, вот, право и к вам это отношение вообще никакого не имеет. Ну, просто потому что человек правит поступать так, как он хочет. И, соответственно, поступить так, чтобы все были довольны, у вас не получится. Поскольку это инициатива начальницы, то начальнице нужно организовать учебный процесс так, чтобы вы были в безопасности. И сотрудница получила возможность себя проявлять. А вот, если у вас есть какие-то раздражения, если у вас есть какие-то чувства, то с этим нужно работать отдельно. Если вы чувствуете, что личные отношения смешиваются с профессиональными. Это недопустимо. Может быть, вы чего-то боитесь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!